Система генеза Но в то же время это два индивидуума, каждый из которых обладает отдельным головным и спинным мозгом. Раздельна иннервация рук и пар ног, и только сросшаяся нога иннервируется обеими нервными системами. Из-за наличия анастомозов в артериальной и венозной сетях, черты единства имеет и кровеносная система близнецов. Однако два сердца и два самостоятельных малых круга кровообращения придают им черты двух индивидуальностей, то есть своеобразной социальной ячейки. Поэтому становление двигательных функций сросшихся близнецов представляет большой интерес как с точки зрения участия каждого из близнецов, так и совместного вклада в достижение ими общего результата в целенаправленной деятельности. Всякая целенаправленная деятельность формируется на базе трех основных поз. Лежа, сидя и стоя. Поза лежа для своей устойчивости требует минимума координированных мышечных усилий. Устойчивость ее в значительной мере определяется биомеханическими особенностями тела. Большая площадь опоры и низкорасположенный центр тяжести позволяют реализовать эту позу как при полном отсутствии движения, так и при любой двигательной активности. Гиперкинетическая форма позы лежа обеспечивает постоянную смену точек опоры и различные сочетания усилий мышечных групп. Одновременно с развитием поз и в значительной степени в связи с их эволюцией развивается и совершенствуется координация локальных двигательных актов. Еще в позе лежа у Маши и Даши на основе некоординированной моторной активности формируются целенаправленные локальные акты. Появляются и реализуются такие двигательные акты, в осуществлении которых принимает участие весь мышечный аппарат. Складываются и некоторые двигательные акты, которые делают возможными новые формы взаимодействия близнецов. Именно в позе лежа начали формироваться синкенезии в двигательном аппарате рук, шеи, головы, нижних конечностей. Становление поз усросшихся близнецов осложнено тем, что организация индивидуального двигательного акта одновременно мешает организации некоторых форм целенаправленного поведения партнера. Это активное противоборство явилось одним из факторов, который обусловил задержку у формирования позы сидя. У сросшихся близнецов поза сидя по своему генезу может быть результатом только совместной координированной деятельности. В этой позе развиваются такие формы целенаправленной деятельности, которые были заложены еще в позе лежа. Совершенствуются индивидуальные акты пищевой и защитной деятельности, а также взаимного общения. Дальнейшее развитие получают различные формы двигательного взаимодействия между близнецами. Начала отчетливо выявляться разница в поведении детей. Это обычно выражалось в доминировании одного близнеца. Были разработаны методические приемы лечебной физкультуры, на основе которых формировались синкинезии, способствующие развитию поз сидя, стоя и организации жизненно важных локомоторных актов. В становлении поз и формировании целенаправленной деятельности сросшихся близнецов активное участие принимали медицинский персонал, ортопеды, педагоги. Весьма сложной задачей оказалось формирование вертикальной позы. Вначале дети спонтанно принимали вертикальную позу, используя любые внешние опоры. С помощью гимнастики шло развитие такой системы координации, которая позволила бы подготовиться к более сложным локомоторным актам. Основным приемом для исправления корпуса тела и организации вертикальной позы было использование специально сконструированного корсета. Такой корсет позволил фиксировать взаимное положение в пространстве и физически укрепить корпус близнецов. Одновременно применялся ряд специальных упражнений и тренировок с контролем координации движений. Работа мышц антагонистов регистрировалась на миограмме. Велосипед оказал существенное влияние на развитие двигательной активности близнецов. Особенно важным фактором, способствующим развитию корреляции, являются упражнения на шведской стенке. Они необходимы как для общего физического развития близнецов, так и для реализации вертикальной позы. Необходимо подчеркнуть использование Маши и Даши сросшейся ноги при достижении целенаправленных действий. Поза стоя позволяет сформировать новый двигательный акт – ходьбу. Это представляло особую трудность для сросшихся близнецов, так как ходьба должна была управляться двумя индивидуумами, каждая из которых использует лишь одну принадлежащую ему ногу. Важным этапом становления ходьбы было использование кострелей и дополнительных внешних опор. Дети часто используют как внешнюю опору кресло, а затем детскую коляску. Игровая ситуация, в которую превращается катание коляски, определяет мотивы взаимодействия близнецов как социальной ячейки. Особую значимость приобретает фиксирующая функция ипсилатеральных рук. Она дает дополнительную устойчивость, обеспечивая каждому из близнецов, обладающему лишь одной опорной ногой, двустороннюю жесткую опору. Длительные и упорные занятия и тренировки физически укрепили организм близнецов и выработали необходимую координацию, что привело к осуществлению акта ходьбы на двух ногах, каждая из которых управляется своей нервной системой. В дальнейшем ходьба по лестнице у Маши и Даши мало отличается от нормальной ходьбы. Трудными для близнецов были всевозможные упражнения по коррекции центра тяжести корпуса, необходимые для реализации более сложных локомоторных актов, таких как круговые движения и прыжки. Особенно полезны наблюдения за динамикой движений с помощью рапидной киносъемки при выполнении различных локомоторных актов. Показателем хорошей координации является ходьба с завязанными глазами. В результате дальнейшего совершенствования координаций девочки могли выполнять разнообразные поведенческие акты как в отдельности, так и совместно. Это характеризует специфику их социального взаимосодействия. Во всех случаях, когда деятельность принимает выраженный целенаправленный характер, один из близнецов выполняет доминирующую роль, а другой вспомогательную. В некоторых случаях вспомогательная роль сводится лишь к участию в организации устойчивой позы. С развитием близнецов совершенствуется взаимосвязь позиционного и локального компонентов в непрерывно усложняющихся поведенческих актах. Доля участия и роль каждого из них меняются соответственно характеру выполняемой работы. Устойчивость корпуса при целенаправленной деятельности дополняется фиксацией коленных суставов, локальным балансирующим движением рук и коррекцией центра тяжести тела с помощью сросшейся ноги. В становлении двигательной активности большую роль сыграло полноценное развитие психики и индивидуальных особенностей близнецов. Они могут формировать единую систему эмоционального выражения. Это проявилось в частности в синхронной двигательной активности в ритме читаемых стихов. У каждого дела запах особый Булочный пахнет, тесто высовывает Мимо снарядный идет Стружкою пахнет и свежей ноской Пахнет боясь приедать и краской Пахнет костик, а кондоль заблак Куртка шофера пахнет бензилом Блуза рабочего с масломашином Пахнет кондитер орехом Доктор в кровати и каста приятного Рыхлый землей полем и лугом Пахнет крестьянин, идущий за плугом Рыба и моря пахнет в рак Только без земли не пахнет никак Хорошо Таким образом, на основе анализа динамики становления двигательных функций сросшихся близнецов можно отчетливо видеть стадийность в развитии основных поз лежа, сидя, стоя и в характере формирования и становления локальных целенаправленных актов При этом важно подчеркнуть, что развитие каждой позы осуществляется на основе совершенствования локальных двигательных актов предшествующей позы Все это подтверждает принципы теории системы генеза и позволяет пользоваться ими для анализа становления двигательного поведения на всех этапах, как индивидуального развития, так и в условиях социальной ячейки генеза и мастер-класса и сгиби 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 и сгиби